Всем привет! С вами Комаров Виталий. Короче, сегодня один парнишка спрашивает, слушай, ты же на ютубе зарабатываешь, у тебя просмотр есть, у тебя подписчиков много, расскажи все, как это делается. Ну, я ему рассказал, конечно, парнишка разочаровался, вот решил вам рассказать. Занимаюсь я своим ютубом, ютуб-каналом уже года три, это 17-го года, ну, где-то вот, по-моему, где-то в декабре я начал вроде как заниматься, я уже точно не помню, ну, вот уже три года. До этого у меня канал был, у меня его заблокировали. Почему заблокировали? Потому что в те времена, в далекие, да, можно было скачивать определенные видео с ютуба и заливать на свой канал и на этом зарабатывать, что я, собственно, и делал. Вот, но зарабатывал, честно сказать, уже начал очень даже неплохо, но тут правила ютубе поменялись и меня тут же заблокировали по всем, как говорится, правилам. Я там и аферист, я там и мошенник, я там и обманщик, я там, ой, чего я там только нет. Короче, я даже со своего компьютера не мог вообще зарегистрироваться на этом ютубе. Вот такие вот правила на ютубе. И первое, и основной, можно сказать, закон, постулат, библия ютубера, это знай правила ютуба. И не надо там никого слушать, что, мол, там что-то там, вот они так делают, делай ты так. Нет, ребята, так делают, не получится. Какие там видео чужие заливать, как бы их там видео заливать, это все бесполезно. Бан можно подхватить и довольно-таки серьезные, и всего лишится трафика. Ну, так ладно. Естественно, с последних денег, которые я получил с того канала, я вот купил вот этот вот телефон, на который я практически весь свой ютуб-канал снимаю вот на этот телефон Samsung A7 2017 года. Вот сейчас и все вообще видео пишутся именно на этот телефон. Вот этот самый. Вот. Ну и все. Практически на первом этапе затраты закончились. Я начал снимать свое авторское видео. То есть я показываю всегда то, что я делаю сам, то, что я говорю. Первоначально, естественно, задумка была снимать о своей профессии. Я же стенщиков в профессии. Ну, вы чего бы не снимать, но заказов как таковое нет, а материал он дороговатый. Ну и возиться с ним. Например, у меня на канале есть видео, как собирать колено. Собирать его, вот честно сказать, начиная от листа. Печной колен, я имею в виду. Начиная от листа и до готового изделия, ну, час. Ребята, вот это вот прямо с перекурами. Час. У меня на это видео, вы не поверите, ушло день. Целый день я снимал это видео. Потому что нужно показать ракурс. Это телефон вот этот. Нужно перенести из одного места в другое. Перенести штатив. Еще посмотреть так, чтобы все было видно, чтобы освещение было, все это нормально. Вот, короче, вот на такой срок все это дело увеличивается. То есть, это нужно не работать, а заниматься чисто съемкой. Вот так. И поэтому я снимал от случая к случаю. То есть, как я на станке работал, как я делал ту. Все это у меня на канале есть. Случа, вот у меня плейлист. Это вот на мой канал заходишь, выбираешь кнопку плейлиста, плейлист, и там начинается список всех плейлистов, которые у меня там есть. Там очень-очень много. Ну, найти можно как раз прям по тематике. Все, прям красотища. Ну вот. Свою первую тысячу подписчиков я набирал где-то год. Вот. Так что, это не так быстро, как это кажется. Плюс это... Ну, это правила Ютуба-то такие. Набираешь тысячу подписчиков, и четыре тысячи часов просмотра у тебя должно быть. Притом, за год. Вот такая вот фишка есть. Ну, практически я год это набирал. Через год мне подключили монетизацию, и все, вроде бы, лови бабло. Да нет. Первые месяцы вообще шли копейки. Сейчас, я вас вот удивлю, у меня сейчас доход начал на Ютубе расти, и он у меня примерно составляет где-то около 15 долларов в месяц. Это на данный момент, когда сейчас записывается видео. Вот вам результат. Канал я веду уже три года. Вы скажете, да у тебя друзья есть. Чего они тебе помочь не могут? Поделиться в социальных сетях. Ребят, могут. Друзья есть. Я вам честно скажу. Я даже с ним договаривался, мол, ребята, будете проталкивать мой канал. Но результат оказался следующим. Одному надо снимать красоту, другому надо снимать детей. А детей, например, снимать на Ютубе, это свои заморочки. То есть, это немножко посложнее, чем вот сейчас я снимаю видео, то, которое сейчас вы смотрите, и все остальные мои видео. Там есть. То есть, заморочки я, честно говоря, даже вникать в детскую тематику не стал. Третьему, давай снимай про автомобили, я в автомобилях вообще бум-бум. У меня даже прав на авто нет. Чего там я еще могу снимать, я не знаю. Ну, снимай про автомобили. И этого вот тематика. Там четвертый говорит игры. Игры. Но мало кто задумывается, что игры, компьютерные игры, да, они тоже имеют свои авторские права. Если вы начнете без согласования этой компании, которая выпустила эту игру, и будете снимать видеоролик, то есть снимать экран практически, то может прилететь бану за это дело. Какие игры можно снимать, какие игры нельзя снимать, это все под большим-большим вопросом. Так вот, что касается друзей и знакомых, все они дружно согласились и сказали, Виталя, давай вперед, при, да мы тебя, да мы те. И в результате, через неделю, мне все как один сказали, ты снимаешь все рднем. Абсолютно. Вот, все. Пытаешься им объяснить, что каждому из своих друзей показать какое-то там видео заснять, ну, это нереально. То есть я снимаю то, что я хочу, а не то, что хотят мои друзья. Это самое, или что там, там, кто-то мистику просит, кто-то, автомобиля давай разбирай, другой еще там что-то. Это через неделю было. Плюс, для того, чтобы они сделали с моим видео, которое я выпустил на канал, нужно сделать определенные действия. Ребят, максимум, что я получал, это класс в одноклассниках. Все. Больше ничего. А одноклассники с Ютубом, они что-то там как-то не ладят, да, и большая часть просмотров в одноклассниках, они не зачистываются в просмотрах на Ютубе. То есть, то, что они делятся в одноклассниках, это, в буквальном смысле. Например, если на Фейсбук делятся, в Контактах делятся, там, да, там, когда человек захотел посмотреть видео, он берет, нажимает на видео, и он попадает на Ютуб. И он там все это дело смотрит. Здесь в одноклассниках такого нет. Доказать, что лип такое, это бесполезно. То есть, все вокруг считают, что мне деньги платят за классы. но, к сожалению, нет. Ютуб платит только за просмотры рекламы в вашем видео. Есть у меня, например, в этом вот видео она будет реклама, да, если вы ее посмотрите, мне Ютуб заплатит. Не посмотрите, пропустите, нет, ничего не будет. Вот так вот. Ну что же, а через месяц они мне уже стали заявлять, что они мне ничего не должны, и задолбал я их все своим Ютубом. То есть, моих друзей и знакомых хватило ровно на месяц. В результате я остался один. Я, вот этот канал, который вы сейчас видео смотрите, канал мой смотрите, да, я этот канал практически протаскивал один. Друзей, друзья и знакомые, они в этом деле вообще практически не участвуют. Если кто-то из друзей моих смотрит, да, позвоните мне, скажите, Виталя, я посмотрел твой видос, интересно, через сколько лет это произойдет, вот я вам сразу говорю, никто из них этого даже не увидит. Вот. Ну что ж, вот практически ну, три года минус, месяц, да, я вот этот канал тащу на себе. За все эти три года, да, ну первый год он у меня бесплатный был, за два года я получил с Ютуба две выплаты по 100 долларов. Две выплаты по 100 долларов. То есть, за два года я заработал 200 долларов, ну там с копейками. Первый раз 205 долларов, а вот последняя выплата была 200, ой же, 205, 105 долларов и 108 долларов. Вот такие вот выплаты были. Первую выплату я зарабатывал 11 месяцев, вторую выплату я зарабатывал 10 месяцев или 9. Ну, поменьше, чем первый раз. Да, то есть, дела идут получше и все такое. Что входит, как говорится, в мою работу по тому, что снимать вот видео, продвигать его, снять это, делаю, как говорит, сплевываю. Вот я сейчас перед камерой сижу и вам рассказываю, да. Во-первых, это нужно найти тематику. То есть, вот по жестянке я что-то там заснял, 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 все практически снимай, что-то нечего. Надо что-то придумывать. лазишь и в политику, что-то там интересное находишь. Как вот последнее видео заснял этот губернатор Чибис, он там почудил в краю себя. Ну, еще там что-то такое. Находишь и снимаешь, то есть, ищешь тему. Второе. Если ты где-то кого-то снимаешь, да, этот человек, которого ты снимаешь, он считает, что ты на нем зарабатываешь бабло. Едите, твою мать, вот кто ты такой, чтобы на тебе бабло зарабатывать? Я тебя спрашиваю, который мне говорит, ты на мне деньги зарабатываешь. Вот ты кто такой-то? Ты что у нас, Пугачев, ты у нас что, Путин, что ли? Вы с этим столкнетесь, если будете снимать вот так вот со стороны людей. Следующее, сколько я этому времени уделяю? Ну, видео заснял, как говорится, загрузил, сделал в описании, теги сейчас непонятно, надо вставлять, надо вставлять, что ты понимаешь, вставляю. Что касается продвижения, ребята, каждое утро я просыпаюсь в 6-7 часов и как минимум 2 часа я уделяю своим социальным сетям. То есть я есть везде, я есть в Одноклассниках, я есть в Фейсбуке, я есть ВКонтакте, я даже не помню, где я есть, я должна Пинтерес есть, я даже в ТикТоке есть, вот недавно зарегистрировался в ТикТоке и снимает там котиков, людям, кстати, нравится котиков, снимать котиков это вот, берите кошака и снимайте вот это людям нравится, только не тискать, тискать его не надо, этого уже Ютуб не любит, так, кошаки пришли, вот сейчас, они сейчас будут играть с моим микрофоном, вот, дальше, сейчас вот зима, сейчас вроде как работа поменьше, да и я еще приболел маленько, то есть у меня времени стало еще больше, да, ну, естественно, чтобы продвинуть свой Ютуб, это время можно использовать, чтобы продвинуть свой Ютуб, можно сидеть во всех сетях, вот прям круглые сутки, это дает свои плоды, свои результаты, просмотры, растут, все растет, все хорошо, друзья, как вот я их три года в этом своем деле не вижу, так и не вижу, знаете, один говорит, что он не умеет, другой говорит, что ему некогда, ну, короче, я их всех задолбал с этим Ютубом, вот так вот, но, например, есть такие вот моменты, когда нужно другу, да, чтобы я что-то такое сделал для него, он все умеет, у него всегда все найдется время, он все сделает, все сделает чутенько, так, нет, ты задолбал своими тулами, ребят, вы думаете, что вы будете снимать, вах, какой контент, ребят, я про каждый свой вот видеоролик, даже этот ролик, да, я надеюсь, что он пойдет там, кому-то он принесет пульсу, я надеюсь, что будут у него большие просмотры, блин, я сам этому не верю, но, вот, снимаем, так что, если вы хотите вести канал, ребята, вся нагрузочка, вы рассчитываете, что она ляжет на ваши плечи, вы станете помешанным на ютубе, потому что у вас выхода нет, как лезть во все это дело самому, в одноклассники, в фейсбуке, набирать друзей, набирать черт знает что, набирать эти просмотры, это все ваши проблемы, проблемы не касаются ваших друзей и знакомых, им пофиг, если вы не начнете зарабатывать через месяц, вы снимаете говно, вам, друзья, скажут так, им совершенно полевать, сколько вы этому времени уделяете, вы станете для них ненормальным человеком, один из друзей, давно уже даже из родственников, считает, что я люблю хвастаться тем, что я покупаю, то есть мне пришлось садикспрессу, я прям жажду и бегу быстрее заснять, чтобы все вокруг увидели, вот какие у меня очки, какая у меня паяльная станция, что вот мне с алиэкспресса прислать, я вот прям жажду похвалиться перед всеми, ребят, нету мне такого, я своего рода как бы выполняю, я отношусь к ютубу как к работе, и я стараюсь выполнять эту работу, что-то у меня появилось, да, мне нужно это показать, мне нужно сделать контент, мне нужно, чтобы вы посмотрели, мне нужно, чтобы была монетизация, мне нужно, чтобы я заработал на этом хоть что-то, такой вот смысл, если я снимаю где-то там что-то у нас в Башмакове плохо, там, например, переход за железную дорогу плохой, ребята, это всего лишь навсего для меня тема, которая может быть полезной для других и в то же время, чтобы она мне принесла доход, все, вы скажете, да вот тебе, если ты так делаешь, тебе пофиг этот железнодорожный переход, нет, не пофиг, я здесь живу, и мне хочется, чтобы он был, этот переход, конечно, чтобы он был нормальный, человеческий, чтобы по нему пройти приятно, но до сих пор у нас в ЖД, как говорится, как делал говно, так и делай, вот, летом буду снимать опять этот переход, не знаю, там, чего добьюсь, чего нет, ну, так, так, что, для того, чтобы что-то снимать, да, что-то такое значимо, ну, оно не должно быть абсолютно пофиг, да, оно должно как-то отражать какую-то правду, то есть, фейк, он никому не нужен, нужна какая-то правда, что происходит в больницах, например, если вы там что-то напридумываете, это сейчас и по закону то яй могут наказать, нужно показывать правду, что-то там, там, дорога плохая, она действительно должна быть плохая дорога, если вы найдете что-то не то, будете снимать что-то не то, извините, вы меня, это уже, это уже вранье, это, ничего хорошего в этом нет, так, что, ребят, если вы хотите снимать свое видео, выкладывать это в YouTube, снимаете, спросите меня, когда это лучше начать, ребят, это нужно было начать вчера, вот так вот, с каждым годом, чем вы больше прохлопываете в этом деле, чем вы больше духом собираетесь, тем сложнее будет прийти к результату, ну, все, вроде вот, что у меня на душе это наболело, я вроде бы все рассказал, вы теперь что, знаете, что такое, что именно для меня обошлось вот эту снимать свой YouTube-канал, что это такое значит вообще, что ждет вас впереди, так, все, до новых встреч, выключаем камеру, кукурузу кукурузу